Здравствуйте! В прямом эфире Вести Карачаева, Черкесия. С вами Мурат Женкёзов. Смотрите выпуски. За мир без нацизма сегодня в Черкесске прошел митинг-концерт в поддержку президента Владимира Путина и российских военнослужащих. В 158 лет со дня окончания одной из самых продолжительных войн в мировой истории в Карачаево-Черкесии прошли траурные мероприятия в память о жертвах Кавказской войны. Сегодня основателю радиоастрономического телескопа Юрию Парийскому исполнилось бы 90 лет. В САУРАН проходит научная конференция, посвященная создателю Ратан-640. Как и прежде, дядя Стёпа крепко дрожит с детворой. В МВД наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Полицейский дядя Стёпа». Сегодня в Черкесске прошел митинг-концерт в поддержку президента Владимира Путина и российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. В акции «За мир без нацизма» участвовали представители общественных организаций Карачаева-Черкесии, органов власти, горожане и гости республиканской столицы. Общественники отметили, что в это непростое время, когда армия России нуждается в надежном тыле и во всенародной поддержке, важна сплоченность россиян, которые вместе преодолевают все трудности. Каждый год, 21 мая, адыги, абазины, абхазы всего мира скорбят о своих предках и собираются, чтобы почтить память погибших в Кавказской войне. В Карачаево-Черкесии траурные мероприятия прошли в районах, где компактно проживают черкесы и абазины. А в столице республики состоялся митинг, посвященный 158-й годовщине со дня окончания 100-летней войны. Фатима Даурова подробнее. В столице памятные мероприятия начались с традиционного траурного шествия, в котором участники пешим ходом прошли от центра города до памятника жертвам Кавказской войны, установленного в Парке культуры и отдыха РТИ. Каждый год, не считая тех, что выпали из-за пандемии, участники шествия проходят километры пути в знак памяти и скорби жертв вековой войны. В траурном митинге приняли участие спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов, представители органов государственной власти, депутаты Народного собрания, делегации из городских округов и муниципальных районов, представители общественных организаций и духовенства, гости и жители Черкеска. Перед началом митинга представители духовенства совершили обряд дуа и молебен по погибшим в Кавказской войне. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова к собравшимся обратился председатель правительства Мурат Аргунов. Особые потери понесли представители адыгов и абазин. Многие из них лишились возможности жить на своей исторической родине. Мы скопим обо всех погибших в эту эпоху. Несмотря на общие потери, трудности, народы, участвующие в Кавказской войне, смогли сохранить своё культурное наследие до сегодняшних дней. Богатейшие национальные традиции, мудрости народов, искренняя любовь к родине – всё это является скрепами нашего духовного, культурного развития. Представители общественных организаций республики, поочерёдно выступая перед собравшимися, выразили солидарность в словах поддержки братскому абхазо-адыгскому народу. И подчеркнули, что гарантией мирной жизни в родной республике являются гармоничные, добрососедские отношения всех народов, представляющих Карачаево-Черкесию. Я бы очень хотел, чтобы на нашей планете не повторялись такие войны. Я бы очень хотел, чтобы люди не голодали, чтобы они не умирали, а чтобы жили в мире и дружбе. Пусть всем тем, кто погиб в страшные годы, откроются врата рая. А всем живым желаю крепкого здоровья, столько лет, сколько отпущено Всевышним. Особенно эта война была трагична для адыгов, абазин и нагайцев. Множество горцев погибло не только в сражениях, но и покидая свою родину. Каждый раз, возвращаясь к трагическим событиям Кавказской войны, нашему общему историческому прошлому, необходимо отметить, что эта война не сломила волю и свободолюбие этих народов. Эта колаболитная война оставила глубокий след в судьбах многих народов Кавказа. Но, несмотря на все испытания, на всю трагичность той войны, мы сохранили свой язык, свою культуру, наши абазора, доставшиеся нам от наших мудрых и мужественных предков. Особой болью трагические события столетней войны, унесшись в жизни миллионов предков, отзываются в сердцах нынешних потомков черкесов – абазин и абхазов. Вот у нас, в Горочаево-Черкесии, еще в каждом населенном пункте, где проживают черкесы, на кладбище стоит памятник жертвам Кавказской войны, который всегда напоминает нам об этом. А 21 мая – это действительно очень святой для нас всех день, потому что мы в этот день потеряли Черкесию, потеряли 90% своего населения, после которого они оказались в Османской империи и дальше разошлись в 50 странах мира живут. И для нас это большая трагедия и боль. И я хочу, чтобы больше ни у одного народа это не повторилось. Ровно в полдень участники памятного митинга, как и все участники траурных мероприятий по всему миру, почтили память жертв Кавказской войны минутой молчания, а затем подложили венки и живые цветы к памятнику в знак памяти погибшим в Кавказской войне. В знак скорби и солидарности с утратой целостности народа у адыгов принято поднимать левую руку. На протяжении всей истории рука об руку, плечом к плечу с адыгами рядом стоит братский абхазо-абазинский народ. ПЕСНЯ Фатима Даурова, Ислам Рума, Вести, Карачаево-Черкесия. Траурный митинг прошел и в Хабецком районе. С раннего утра площадь у подножия памятника жертвам Кавказской войны на окраине аула Алибердуковский заполнилась жителями района. Представители правительства Карачаево-Черкесии, администрации Хабецкого района, общественных организаций, духовенства сельских поселений, школьники и преподаватели почтили память жертв вековой войны за независимость Черкесии. Выступающие отметили, что долг нынешнего и будущего поколений всегда помнить, что на свете нет ничего важнее мира и согласия между народами, сохранить национальное и культурное достояние и быть достойными памяти предков. Специально к этому дню учащиеся школ подготовили литературно-музыкальную композицию, где прозвучали стихотворения поэтов-земляков. Завершился митинг возложением цветов к подножию памятника жертвам 100-летней Кавказской войны. Видно, что Кавказская война была историческими событиями исключительно драматического, во многом трагического характера. В нее оказалось вовлечено в той или иной степени несколько поколений практически всех народов, проживающих между Черными и Каспийскими морями. Помимо этого, в ходе длительной войны на этой стратегической важной территории сталкивались не только интересы, но и армии региональных и мировых держав. Поэтому само окончание Кавказской войны в аналоге истории остается явлением эпохального значения. Памяти жертв Кавказской войны – неотъемлемая часть современной черкесской идентичности. На протяжении многих лет, 21 мая, мы отмечаем скорбную дату – День памяти адыгов, жертв Кавказской войны. Эта дата несет в себя отпечаток трагических и печальных событий для всех адыгов, черкесов. Но еще это памятная дата для всех северокавказских народов. Ежеводно, 21 мая, вспоминая те далекие события, мы испытываем горечь потерь, скорбем об ушедших, отдаем дам глубокого уважения силе духа и самоотверженности, проявленным нашими предками. Ясно осознаем важность мира взаимопонимаемого и взаимоуважения между народами. Осмысливая события прошлого, мы отчетливо понимаем, что нашим долгом, долгом потомков, является сохранение национальной идентичности, многовековой культуры, обычаевой традиции для новых поколений. Обеспечение... Вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 46 тысяч человек. Из них 44 808 выздоровели, 15 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды. После продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии дождь, местами сильный и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 5-10, в горах 0 плюс 5, а днем 11-16 выше нуля и местами 4-9. В северных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесии дождь, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 8-10, а днем 13-15 градусов тепла. Несравненная Сара. Встречай Черкесск. Большой концерт «Мир вашему дому». Дорогие жители Карачаева-Черкесии, я с нетерпением жду встречи на вашей прекрасной земле. 1 июня. Летний амфитеатр. Я жду вас. Ваша Сара. Мир вашему дому, и пусть будет все хорошо. 1 июня. Летний амфитеатр «Зеленый остров». Зара. Билеты в касса города и на Яндекс.Афише. Окна в рассрочку. Оконные комбинаты. 8-938-333-90-00. Сегодня отцу-основателю радиоастрономического телескопа Академии наук Юрию Парийскому исполнилось бы 90 лет. Проходящая в эти дни в Карачаево-Черкесии на территории Астрофизической обсерватории научная конференция посвящена в том числе человеку, с чьим именем ассоциируется создание Ротан-600. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мхце. Вклад Юрия Парийского в отечественную астрономию трудно переоценить. С именем автора сотен научных работ и двух монографий связано и появление на территории Карачаево-Черкесии радиоастрономического телескопа. Ротан-600 строили 8 лет. И в июле 1974 года исследование астрономических объектов во всем диапазоне расстояния в метагалактике стало реальностью. Думается, нынешняя научная конференция «Многоликая вселенная, теория и наблюдение 2022» также не прошла бы без его участия. Тем более, что 23 мая Юрий Николаевич мог бы принимать поздравления с 90-летним юбилеем. Но летом прошлого года его не стало. Юрий Николаевич, конечно, был удивительный человек и ученый. Его кругозор был очень широк. Он интересовался не только радиоастрономией, но и, в принципе, всей астрономией, космологией. У него были аспиранты. Он был прекрасным учителем. То есть из-под его школы вышло много талантливых ученых. Вышли люди, которые продолжают его дело, и в том числе в нашей обсерватории. Немалую часть своей жизни Юрий Парийский провел в Карачао-Черкесии. Его учениками могут считать себя многие, в том числе нынешние сотрудники астрофизической обсерватории. О нем тепло отзываются коллеги, друзья, родственники. Он был необыкновенно добрым и жизнерадостным, оптимистом. С его работой достаточно трудно было уделять время детям. Тем не менее, например, какие-то праздники. Приходит отец? На праздниках папа присутствовал с большой радостью. И всегда был в центре компании, всегда приходили к нам друзья. Но постепенно праздник переходил в какие-то научные дискуссии. В нынешней научной конференции принимают участие около 150 специалистов из разных регионов России. Впереди у них немало тем и вопросов, которые требуют всестороннего анализа и изучения, а также определения роли и перспективных задач отечественной радиоастрономии. В МВД по Карачаево-Черкесии наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Полицейский дядя Стёпа». Глава ведомства Олег Мальцев поблагодарил ребят за проявленное мастерство, пожелал новых творческих побед, вручил грамоты и ценные подарки. По мнению жюри, лучшей признана работа полицейский дядя Стёпа Аксакал, которую выполнила Милана Семёнова, ученица полицейского класса Узжгутинского 1-го лицея. Каждый год количество участников конкурса растёт, что позволяет с уверенностью говорить о том, что детям интересно участвовать в таких мероприятиях. Это «Все вести» прямо сейчас. Смотрите «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!